Уважаемые коллеги, доброе утро. Вас приветствует противская компания Китфинанс. Меня зовут Василий Ведогиенко и мы начинаем наш утренний видеобрифинг эспресса. У нас есть 15 минут перед открытием торгов в Москве. Поговорим о том, чего ждать от открытия, какова повестка дня, что происходит прямо перед текущими событиями и, соответственно, каковы наши ожидания на сегодняшний день. Я напоминаю, что эспресса – это первый из видеобрифингов, который мы в Китфинансе подготовили для Вас сегодня. Далее идем по нашему стандартному расписанию, с которым Вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте broker.kf.ru. А сейчас переходим на мой рабочий стол. Здесь у меня терминал Bloomberg. Я надеюсь, откроется. И мы с Вами будем иметь возможность поговорить о том, что происходит в мире перед открытием торгов в Москве. Итак, начнем с закрытия в Соединенных Штатах. В Штатах вчера мы видим, что Америка показала существенный рост. На процент и две десятых вырос индекс широкого рынка S&P 500. На три четверти голубые фишки состава Dow Jones. Вверх также шли акции из состава NASDAQ. Объемы были средними на уровне средних за последние две недели. В общем, достаточно неплохое движение мы вчера наблюдали. Что двигало эти покупки, не совсем понятно. Макроэкономика была не очень хорошая. Вышел Empire State Manufacturing. Это региональный индекс деловой активности в промышленности Федерального резервного банка Нью-Йорка. Там мы увидели снижение, причем и в опережающих сигналах. В основном компоненте, соответственно, замедление американской промышленности не снято с повестки дня, так по большому счету. И могут возникнуть подозрения, что то, что мы наблюдали в последние два месяца, это лишь такой небольшой осколок перед продолжением снижения макроэкономических показателей. Но рынки на это совершенно не реагировали. Мы видим хороший рост в спросе на, соответственно, индекс, на акции. Был хороший исход денег из, соответственно, десятилетних облигаций. Там, по-моему, чуть ли не до 1,8 десятилетки поднялись. В общем, был такой хороший спрос на риск. Так что это означает, не совсем понервно, еще раз повторю, из важных событий сегодня надо сказать, что, ну так условно, сегодняшний день является последним с точки зрения фискального обрыва. Потому что Обама должен подать свои предложения в Конгресс. И Конгрессу технически нужна неделя на обсуждение. В общем, осталось время до Рождества. Соответственно, до Рождества неделя это как раз сегодняшний день. И, соответственно, если сегодня не подадут, то бюджетный обрыв, наверное, продолжат обсуждать уже в следующем году. А обсуждение в следующем году это уже обсуждение в условиях, когда те законы, о которых прекращение времени действия которых, все так с опасением ожидают. В общем, ситуация-то как раз не очень хорошая. Но вот, не знаю, либо это ставки на то, что будет разрешен конфликт, либо это мы наблюдаем какие-то утечки, какой-то инсайт по сегодняшней мутнице. Так что сегодняшний день будет в каком-то смысле решающим в отношении вот этой темы по фискальному обрыву. Так, вот так торгуется Америка. На этом фоне мы видим оптимизм и в Азии. Продолжает у нас рост Японии. На процент с небольшим растут котировки. Также позитивная динамика в других азиатских рынках. На 0,2 растет Гонконг. На процент растет материковый Китай. И также небольшой рост на малых фондовых рынках Азии, на Тайване, в Сеуле и в Сиднее. Мы также видим хороший рост. Так, давайте посмотрим на фьючерсы, на американские индексы. И здесь вот такая динамика во фьючерсах на... Нет, это не фьючерсы, на американские индексы. Фьючерсы сейчас появились. Здесь тоже зеленый цвет. Но перед тем, как его обсуждать, давайте я открою опрос по индексу МВБ. Ваши ожидания по... Ой, мама. Ваши ожидания по открытию. Итак, голосование идет. А мы возвращаемся к фьючерсам на американские индексы. И так, несмотря на вчерашний бурный рост, да, и, еще раз повторяю, не совсем понятную его природу, фьючерсы на американские индексы продолжают движение вверх. А 0,2324 прибавляет, соответственно, фьючерс на S&P. Столько же примерно Dow Jones и еще больше треть процента. Ой, прошу прощения. И также на 3 процента растет у нас фьючерс на NASDAQ. Внутри дня фьючерс на S&P выглядит следующим образом. Мы немного отходим от максимума дня, но тот факт, что мы находимся в верхней границе торгового диапазона, все-таки говорит нам о силе покупателей. В Европе фьючерс на FUDS, единственное, которое у нас сейчас есть в терминале, также показывает рост. Естественно, Великобритания не учла весь тот рост, который мы видели в Соединенных Штатах. И сейчас растет опережающими темпами, плюс полпроцента. Соответственно, завтра сегодня на открытии нужно ждать позитивной динамики в Европе. В общем, если говорить о фьючерсах на индексы фондового рынка, то здесь ситуация благополучная. Также неплохо ситуация выглядит и на сырьевом рынке. 108.42 абсолютная котировка по нефти марки Brent. Ничего выдающегося на самом деле, но позитивная динамика плюс 0,7%. Ну, ничего выдающегося с точки зрения среднесрочной перспективы. Мы, в общем, на этих уровнях сидели достаточно давно. Но тот факт, что растем с утра на 0,72% все-таки факт позитивный. Столько же прибавляет примерно и нефть марки WTI. В золоте также рост. Наконец-то мы вернулись на 17.00 и выше пошли. И, наверное, это хорошо. И в медиа у нас динамика также положительная. Так, нет, не туда, не с метро. Так, положительная динамика, но опять же, да, без каких-то... Без каких-то ралли, я бы вот так это назвал. Мы по-прежнему ниже 370 долларов за фунт торгуемся по этому металлу. Хотя с утра рост, и это поддерживает спрос на риск. Ну и для того, чтобы с внешним фоном завершить, давайте посмотрим на то, что происходит на Форексе. На Форексе, на самом деле, ничего толком не происходит. Йена падает, евро растет. Это спрос на риск, картина классическая. Но движения небольшие. 14 сотых потеряет йена и 5 сотых прибавляет евро. В общем, ничего, опять же, повторю, не выдающегося. Но, в общем, если говорить о тенденциях, о направлении, то направление в сторону скорее позитива. Вот я показываю торговый диапазон сегодня в течение дня, и мы около верхней его границы. Так что ситуация благоприятна. Таким образом, сегодня на открытии надо ждать движения вверх. И в этом я согласен с большинством участников, принявшим участие в нашем видеобрифинге. Результаты опроса на ваших экранах 60%. Давно я таких цифр не видел за какой-то из вариантов ответа. 60% ставят на то, что мы пойдем вверх. 3% за движение вниз и 5% за нисходящую, за боковую, за нейтральную динамику. Вот такие результаты опроса. А сейчас вторая часть нашего опроса закрытия индекса МВБ. Уважаемые коллеги, ваши ожидания по закрытию. Пожалуйста, голосуйте и через несколько минут подведем итоги этого голосования. А пока давайте поговорим о ситуации на российском фондовом рынке. Итак, это сущный график по индексу МВБ за последние полгода с небольшим. Итак, вчера мои негативные ожидания не оправдали себя. Вчера мы вечером увидели покупки. Российский рынок очень чутко на этот позитив среагировал. Закрылся на хаях. Вечерняя сессия закрылась еще выше, обновив хаи. Последние дни закрылись, соответственно, на 14.70 по индексу МВБ. Вечером и ночью на 14.72 с половиной. Соответственно, 14.72 как минимум сегодня открывается. Но на самом деле будем двигаться вверх. Если говорим о целях сегодняшнего движения, то целью будет выступать, на мой взгляд, верхняя граница. Более всего это 14.83. Ну, естественно, мы будем немножко активнее, чем этого следовало бы ожидать вести себя. Соответственно, 14.85, возможно, даже выше, это цели на сегодняшний день. Сегодня в первой половине дня, судя по всему, мы будем проводить день с покупками. На профиль рынка по фичерсу, по индексам МВБ смотреть смысла нет. У нас еще и Bloomberg не подчинился, показывают только последние три дня. Ну и на самом деле здесь особых идей не найти, потому что мы пойдем вверх. И там у нас непроторгованные уровни. Здесь только о поддержках можно говорить. Определенные поддержки у нас были накоплены на уровне 14.66, 65 и на 14.70. Соответственно, 14.70 и 14.65 это поддержки для сегодняшнего дня. Но не думаю, что сегодня речь пойдет, особенно в первой половине дня, о поддержках. Так, профиль рынка по фичерсу на индекс РТС на ваших экранах. Пожалуйста, наслаждайтесь, кому это интересно. А я поговорю о повестке дня сегодняшней. Сегодня повестка дня. На самом деле сегодня это уже идет по большому днюю чемпиоту предновогодней торговли. И мы видим, что несогласованность некоторая на рынках наблюдается. В частности, фейерверк в акциях и распродажи в облигациях казначейских не вызвали сильных движений на рынке, соответственно, форекс и на рынке сырьевых товаров, что на самом деле немного настораживает, заставляя задуматься об устойчивости движения в фондах. Но как бы то ни было, может быть, проснуться через какое-то время и сырье с валютами, соответственно. Про повестку дня. Сегодня больших новостей, наверное, ждать не следует. Но статистики из Великобритании на коммуне интересны. По большому счету сегодня... Привет. Сегодня, соответственно, Банк Англии опубликует письмо об инфляции, доклад об инфляции. Это ежеквартальный доклад парламенту и правительству о состоянии дела в экономике. Но, опять же, кому интересна Великобритания, по большому счету. По Соединенным Штатам также макроэкономических событий не так много. В 7 часов будет опубликован индекс деловой активности в секторе домостроения. Вот Национальной ассоциации домостроителей. Этот индекс у нас в последние месяцы, я бы даже сказал, в последние полгода нас только радует. Плюс еще и котировки домостроительных компаний показывают феерический рост на американских биржах. Рост измеряется десятками процентов за последний год. С лета 2011 года, когда Уоррен Баффет покупал эти акции, и все над ним смеялись и показывали на него пальцем. Вот, соответственно, инвестиции видно, что оправдывает себя. Американский рынок недвижимости подает признаки восстановления. Соответственно, и сегодня надо ждать, наверное, хороших новостей. Но, на самом деле, этот индекс не очень часто окатывает сильное влияние на котировки. Самое главное событие сегодняшнего дня – это вот эти темы, связанные с фискальным обрывом. Еще раз повторю, сегодня технически вроде как последний день для обсуждения фискального обрыва. для того, чтобы подать свои предложения со стороны президента для обсуждения американским конгрессом. Потому что американским конгрессом нужна неделя для того, чтобы обсуждать. До Рождества осталась ровно неделя, до 25 числа, соответственно, времени фактически нет. Если сегодня не будут поданы эти предложения, то решение по этой теме фискального обрыва будет принесено на следующий год. А эта ситуация крайне неустойчивая. Так что, еще раз повторю, тот рост, который мы сейчас наблюдаем, это либо ставки на то, что ситуация будет разрешена просто потому, что люди любят хэппи-энды и надеются, что хэппи-энды будет и в этот раз. Либо идут какие-то утечки, но в случае утечек, почему тогда нет движения в валютах и, соответственно, в сырье. В общем, ситуация странная. Я бы ставил на самом деле на нулевую динамику и думаю, что не совсем обоснован тот рост, который мы сейчас наблюдаем. Но это чисто такая, что называется, рискованная ставка. Я бы, наверное, даже попытался продавать 14.85 по индексу ИНО. Хотя, если честно, нет. Наверное, против ветра лучше не действовать в любых случаях и просто присоединиться к движению, которое у нас сейчас идет наверх. Вот такие мои жадания. Просто для того, чтобы повредничать, я скажу, что сегодня нулевой динамики, хотя признаю, что рынки выглядят достаточно сильно. Результаты опроса по закрытию индекса МНВБ соответственно следующие. 53% ждут движения вверх за нисходящую динамику 5% от принявших участие в нашем видеобрифинге и за боковую динамику 3%. Я присоединяюсь к абсолютному меньшинству, к тому одному человеку, который проголосовал за закрытие укор нулевой отметки. Думаю, что как-то бестолково мы растем. Без каких-то серьезных оснований. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Так, 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 так. Все, сказал все, что хотел сказать на сегодняшний день. Цель 14.85. Думаю, что мы дойдем до нее все-таки. И, возможно, даже перевыполним 14.85 сегодня. Будьте здоровы, спасибо, буду здоровым. Рады вас видеть. Я рад Татьяна вас видеть среди участников нашего видеобрифинга. И всех вас, коллеги, был рад видеть. На этом буду завершать, если других вопросов нет. А в секции вопросы-ответы, я помню, у нас что-то мигало. Так, Елена, звук отсутствует. Елена, да нет, вроде есть звук. Где взять такие часики на рабочий стол, как у вас, чтобы нужно было всегда знать мировое время? Часики это стандартные, на самом деле, часы из Windows. Там просто можно настраивать часовой пояс и открыть, соответственно, настроить их, часовой пояс, на несколько, то есть это 4 гаджета. Так, как вы видите, Роснефть до конца первого квартала. Артур, если честно, не знаю, что вам ответить на этот вопрос, потому что по рынку, вы знаете, у меня ожидания негативные. Но если смотреть на Роснефть, то ситуация там выглядит достаточно сильно. У нас пробой важного уровня, вроде как наметка на движение вверх. Причем еще и есть поводы ожидать позитивных новостей. Компания у нас регулярно генерирует хороший корпоративный фонд. В общем, если ставить на Роснефть, то Роснефть одна из тех бумаг, которые, на мой взгляд, являются, если ставить на рост российского фондового рынка, то Роснефть, наверное, самая такая очевидная и первая приходящая в голову ставка среди голубых фишек. Поэтому вопрос Роснефть, конечно же, интересен. Не знаю, ответил на ваш вопрос или нет, но как смог. Все, на этом буду завершать. Российские рынки уже открылись и идут наверх. 14,77 уже котировки по индексу МВБ. Соответственно, ну, думаю, 85 не за горами. Так ее хотят продать дороже, но, естественно. Если вы, в смысле, Артур, говорите о том, что ее сейчас на ХАЕХ распродадут, не знаю, не уверен, не уверен, не уверен. В общем, про Роснефть сказал свою позицию. Думаю, что технически она выглядит достаточно сильно. Если рынок не будет цепаться в начале первого квартала, то здесь мы увидим хорошую динамику. Все, на этом будем завершать наш видеобрифинг. Всем большое спасибо за вопросы и комментарии. Увидимся с вами завтра в 9.40 на видеобрифинге «Эспрессо». Всего доброго, до свидания. А, тут еще вопрос был. Вопрос был. Василий, а где Дмитрий? Дмитрий вместе с нами, но он с нами присутствует в текстовом варианте. Пока работает над новыми форматами видеобрифингов, которыми, скорее всего, порадуют вас в следующем году. Обязательно читайте его. над чем синтаксисом работает. Нам FPR подсказывает, над синтаксисом работает. Что это такое, не знаю. Наверное, что-то важное. Все, всего доброго. Увидимся завтра в 9.40 утра на видеобрифинге «Эспрессо». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»